Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Для тех, кто к нам только что присоединился, я хотела бы сделать небольшую повтор. Давайте еще раз прочитаем 2-е послание Петра, 1-ю главу с 5-го стиха, и здесь сказано «Прилагая к всему все старания, добавьте к вере вашей». Чтобы ваша вера правильно работала, к ней нужно что-то добавить. Добавьте к вере вашей добродетель, то есть высокую нравственность, и к добродетели знания, и к знанию воздержания, и к воздержанию терпения, и к терпению благочестия, и к благочестию братолюбия, и к братолюбию любовь. Как мы уже говорили, к вере необходимо добавить высокую нравственность, потому что вера не заменит высокую нравственность. Затем мы обсуждали, что нужно добавить к вере знания. Теперь мы говорим о воздержании. Нам нужно добавить воздержание, то есть быть в балансе, оставаться посередине дороги. Каждый человек рождается со своими особенностями, так? Кто-то заводится с полоборота, а кто-то тише воды ниже травы. И нельзя просто сказать «Ну, я таким родился, и все на этом». Вы не можете просто снять с себя ответственность по причине своего темперамента. Я говорю о вашем естественном складе характера. Потому что слово – это выравниватель. Слово приносит баланс во всё. И когда мы находимся в слове, то, что нужно обуздать, может прийти в баланс. То, что нужно усилить, может прийти в баланс. В чём мы, возможно, слабы, над чем мы бьёмся. У каждого из нас есть слабости, с которыми нам приходится справляться. Но если мы будем уравновешенными, если мы будем применять слово, наши слабости не станут слабыми местами. Точками доступа, через которые враг может проникнуть в нашу жизнь. Нам нужно укреплять в своей жизни то, что может послужить точкой доступа. Став уравновешенными, владея собой, будучи сдержанными, мы оказываемся на середине дороги. Середина дороги – безопасное место. Теперь, я понимаю, что бывает, на какое-то время необходимо залезть в канаву с этой стороны, чтобы вытащить кого-то, кто находится в канаве с другой стороны. Например, Денин, наш администратор, и она уже много лет возглавляет наше служение вспоможения. Она настолько захвачена служением вспоможения, что люди говорили мне, не знаю, говорили ли они ей, что она перебарщивает. Они имеют в виду, что она впала в крайность. Нет, она не впала в крайность. Ей нужно быть в таком восторге, чтобы вытащить людей, которые в этом не заинтересованы, из канавы безразличия, недостатка или отсутствия заинтересованности. Своим энтузиазмом ей нужно компенсировать недостаток энтузиазма у них. Аминь. Мой папа был фермером, и каждый год, если он вез нас посмотреть на его хозяйство, было очень забавно, потому что он не любил смотреть на него издалека. Он любил находиться в самой гуще. Так что бывало, он выезжал прямо на середину поля, чтобы на что-то посмотреть. И часто он не задумывался о том, что земля мокрая, и мы застревали. Застрять для нас было обычным делом. Иногда он ехал прямо по сточной канаве, лишь бы добраться куда-то поближе. И если он застревал в канаве с одной стороны, трактору приходилось заезжать в противоположную канаву. Невозможно было вытащить машину из канавы, просто находясь посередине дороги. Нужно было заехать в канаву с противоположной стороны, чтобы упереться и вытащить машину из канавы с этой стороны. Аминь. То есть, бывает, ваша жизнь выглядит так, словно она в канаве. Но иногда Бог, скажем так, разжигает в вас огромный энтузиазм по поводу чего-то, потому что Он пытается кого-то достать из канавы. Это баланс. Это баланс. Аминь. Но это в отношении других людей. А в том, что касается вас самих, вы не можете постоянно жить в канаве. Вам нужно вывести свою жизнь на середину дороги. Аминь. Сохраняя баланс абсолютно в каждой сфере жизни. Павел сказал, «Усмиряю тело мое». Он говорит о том, что тело нужно держать под контролем. Дабы, проповедуя другим... Если вы о чем-то проповедуете, это еще не значит, что вы так живете. Если вы что-то знаете, это еще не значит, что вы так живете. Он сказал, «Мне нужно усмирять мое тело, чтобы проповедуя другим...» Видите? То, что он знал и понимал, он говорил другим. Но способность проповедовать о чем-то другим не значит, что вы так живете. Итак, он написал, «Я усмиряю тело мое, чтобы после того, как я рассказал другим людям, как жить, я сам не оказался бесполезным». То есть наше восторженное отношение к чему-то никогда не заменит правильной жизни. Обратите внимание, чудесный апостол великой веры сказал, что его тело все еще хотело поступать неправильно. То, что вы знаете Бога, то, что Бог использует вас могущественно, не значит, что ваше тело перестанет хотеть поступать неправильно. Вам нужно проявить воздержание, вам нужно его дисциплинировать, вам нужно ответить ему «нет», вам нужно наступить на горло своей плоти. Если вы позволите телу руководить вашей жизнью, оно вас погубит. Ваше тело полностью ведет вашу жизнь из воли Божьей, если не применять к нему воздержание. Верой невозможно компенсировать то, что вы разрешили телу руководить вашей жизнью. Верой это не возместить, поэтому нам нужно обязательно усмирять свое тело. Аминь. Детям родители помогают обуздывать тело. При домашнем воспитании, например, когда у Стива и Морган ребенок выходят из себя, они говорят, твое тело слишком неуправляемо, успокойся прямо сейчас, успокойся. Родители держат это под контролем, но наступает момент, когда вы уже не живете с мамой и папой, и вам придется трезво рассуждать. Я больше не позволю своему телу так поступать. Я не стану мириться с тем, что позволял себе, когда мне было 16, 18 или даже 12. Я больше не позволю своему телу так себя вести. И делать это надо не силой воли, а словом Божьим. Вам дана помощь Святого Духа и Слова, чтобы усмирять тело. Итак, Павел сказал, усмиряю тело мое. Как? Он подчинял тело власти своего духа. Его дух брал бразды правления. Его дух стоял во главе. Он не позволял телу быть главным. Его дух правил. И это часть воздержания, забота о том, чтобы вашей жизнью руководила правильная субстанция. Это должен быть ваш духовный человек, не ваш разум, не ваше тело, не ваши чувства, не ваши эмоции. Если вы позволите им руководить вашей жизнью, они собьют вас с пути. Только ваш дух квалифицирован повести вашу жизнь в правильном направлении, потому что в нем жизнь Божья. В нем Божья способность. Аминь. Итак, хотя тело хотело поступать неправильно, этот великий муж Божий усмирял его, держал его под контролем своего духа. В Римлянам 8.13 сказано, Духом умерщвлять дела плотские. Что это значит? Духом усмиряйте тело, а не просто силой воли. Что это значит? Вам дана божественная помощь. И один из способов ее использовать – это молиться в Духе Святом. Так ваш дух окрепнет и возрастет, чтобы возглавить вашу жизнь. И вы будете говорить «да» своему духу, а не своему телу. Ваш дух будет крепким и сможет держать тело под контролем. Тело хочет поступать неправильно. И молясь на языках, проводя каждый день время в молитве на языках, вы не позволите телу руководить вашей жизнью. Аминь. Вы слышали свидетельство моего мужа о его рождении свыше, когда он работал на стройке много лет назад. Парень, работавший вместе с ним, каждый день приглашал его в церковь – пойдем в церковь, пойдем в церковь. Полтора года он приглашал его пойти в церковь. И Эд очень колоритно отвечал ему «нет». Наконец, он все-таки пошел с ним и родился свыше и, конечно, вошел в служение. Когда Эд спасся, он сказал этому парню, «Пока ты приглашал меня все это время в церковь, я заметил, что ты очень часто уходил в уборную там на стройке. У тебя какие-то проблемы со здоровьем?» Он ответил «нет, но ты мне так грубо отвечал, что мне приходилось идти в туалет и молиться на языках, чтобы не убить тебя». Что он делал? Он научился кое-чему. Он знал, что, молясь в духе, мы усмиряем тело. Когда тело хочет поступить неправильно, начните молиться в духе святом, и ваш дух восстанет и возьмет власть над телом в свои руки. Говоря о воздержании, мы не говорим, что вам нужно делать что-то силой воли. Мы говорим об усмирении тела божественной силой. Аминь. Нам дана помощь, божественная помощь, чтобы усмирять тело. Если вы пытаетесь избавиться от дурных привычек плоти, каждый день находите время, чтобы молиться в духе, это поможет вам ответить «нет» этим привычкам. Вы скажете «я уже один раз пробовал». Просто продолжайте пробовать, просто продолжайте это делать, продолжайте. И настанет день, когда желания плоти попадут в рабство духа. Аминь. Итак, нам нужно усмирять тело, но еще нам нужно держать под контролем свои уста. Понятно, что уста – это часть вашего тела, но давайте рассмотрим их отдельно. Нельзя говорить все, что захочется, когда захочется, и при этом думать, что вера будет работать. Ну, я человек веры. Тогда уж лучше сделайте что-то со своими устами. Аминь. Мы не можем просто разговаривать, как нам вздумается со своим супругом, супругой, с другими верующими, с родственниками, с коллегами, с начальником, говорить о ком-то за спиной. Помните, Иисус был со своими учениками, и ему сказали, «Лазарь, которого ты любишь, болен». И Иисус в ответ сказал, «Это к славе Божьей». То есть, Бог будет прославлен через это. То, что дьявол замыслил для погибели, станет причиной прославления Бога. Иисус сказал, «Он будет жить, это не к смерти, это к славе Божьей». Потом пробыл еще пару дней там, где находился, и, наконец, пришел туда, где был Лазарь. Родственники не были им довольны, они думали, что он пришел слишком поздно. Он подошел ко гробу и сказал Лазарю выйти, и Лазарь вышел. Помните? Но стоя у гроба Лазаря, Иисус сказал, «Отец, благодарю тебя, что ты слышишь Меня». И обратите внимание на следующую фразу, «И что ты всегда слышишь Меня». Отец слышал его не только, когда он стоял перед гробом и молился. Отец слышал Иисуса, когда ему сообщили о Лазаре. Иисус сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей». Важно не только то, что вы говорите во время молитвы веры. Важно, что вы говорите на своей работе. Потому что Бог вас слышит не только, когда вы молитесь. Он слышит, когда вы разговариваете с людьми. Вот что я пытаюсь сказать. Бог слышит вас не только, когда вы свою речь обращаете к Нему. Он также слышит, когда вы обращаетесь к своему супругу, супруге, к другим верующим, коллегам. Он слышит все это. И позвольте вам сказать, ваша вера тоже это слышит. И вашей вере будет трудно работать, когда вы просто говорите все, что вам вздумается, когда вздумается, кому вздумается, а потом приходите в Божье присутствие и пытаетесь говорить слова веры. Видите, Библия говорит, что горькая и сладкая вода не могут течь из одного источника. Что это значит? Если мы хотим, чтобы наша вера работала, мы не можем говорить слова, которые наносят вред вере. Перед тем, как что-то сказать, задумайтесь, как сильно мне нужна вера. Я годами говорил о нашей церкви. Прежде чем ссориться с супругом, задайте себе вопрос, достаточно ли у вас для этого денег? Достаточно ли у вас денег для этой ссоры? И я вам скажу, сколько бы у вас не было денег, никаких денег не хватит, чтобы финансировать ссоры. Прежде чем сказать неприятные слова, задумайтесь. Неужели у вас нет нужд, для которых вам понадобится вера? Вам понадобится вера, так что смотрите, не говорите слова, которые наносят вред вере. Вам понадобится вера. Аминь. Но мне просто нужно высказаться, мне нужно сказать, что я думаю. Почему бы вам не сказать, во что вы верите? Аминь. Если мы хотим быть людьми веры, это значит, что нам придется положить охрану устам своим. И для этого нам тоже дана божественная помощь. Дух Святой будет нас удерживать, помогать нам. Но знаете, что-то внутри вас может скрестись. Не говори это, не говори это. И вы понимаете, что вам не нужно вступать в спор, не нужно высказываться. Последнее слово не должно быть за вами. Что это внутри вас? Это Дух Святой, любовь Божья, пытающаяся вас удержать. Но даже, хотя Он изнутри пытается нас удержать, нам все равно нужно Ему сдаться. Потому что Он может пытаться нас удержать, но если мы просто переступаем через Него, и все равно говорим, все равно делаем, что хотим, мы отвергаем помощь, которую нам пытаются предложить небеса. Аминь. Ну, слава Господу. Папа Хеггин рассказывал об одной ситуации. На самом деле мы были на конференции, на которой это случилось. Конференция длилась неделю, и на последнем служении он уже намеревался распустить собрание. Попросил всех встать, чтобы отпустить нас. Мы уже взяли свои Библии, вещи, и готовы были выходить. И вдруг он начал пророчествовать и сказал, «Здесь есть трое мужчин, которых не будет с нами в это время в следующем году, потому что вы умрете преждевременно». Был ли это Божий приговор кому-то? Нет. Он просто давал им знать, если вы продолжите жить так, как живете, вы сократите свою жизнь. И затем он добавил, «Это из-за того, как вы обращаетесь со своей женой». Важно, как вы обращаетесь друг с другом. Вы не можете просто год за годом, раз за разом говорить все, что вам заблагорассудится, и думать, что это пройдет незамеченным. Когда мы вернулись в следующем году, произошло то же самое. На последнем служении конференции, в последние мгновения служения, Папа Хеггин попросил нас всех встать и сказал, «Я пророчествовал в прошлом году, что в этом году троих мужчин уже не будет с нами, и их нет здесь, они на небе». И добавил, «Но есть другие трое». Что он делал? Он давал нам понять, что есть наказание за отсутствие воздержания в наших устах. Аминь. Это будет вам чего-то стоить. Но Бог же любит меня. Да, Он правда вас любит, но все равно есть наказание, и оно не от Бога, оно от дьявола. Не сдерживая свои уста, мы попадаем на территорию дьявола. А когда мы на территории дьявола, Он может нас атаковать. Просто знайте, владение устами влияет на нашу жизнь веры. Аминь. Чем больше вы хотите иметь веру, угождающую Богу, тем больше следите за тем, что выходит из ваших уст. Аминь. Притчи 13.3 Притчи 13.3 Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Что это значит? Если вы положите охрану своим устам, будете думать, прежде чем говорить. Это защитит вашу жизнь. Но если вы будете широко раскрывать свой рот, то есть говорить все, что захочется, просто пускать все на самотек без воздержания, вас постигнет беда. Некоторые люди не осознают, что из-за того, как они разговаривают с другими, беда постигла их собственную семью. Беда постигла их финансы. Беда постигла их детей. Из-за того, что они делали со своими устами. Я вам скажу, это серьезно. Это серьезно. Поэтому Петр сказал, обязательно добавьте воздержание к жизни веры. Аминь. И нам нужно хранить свои уста. Притчи 30, 32. В книге Притч 30, 32 сказано следующее. Если ты помыслил злое, то положи руку на уста. Что это значит? Если у вас есть неправильные мысли, проследите за тем, чтобы они не вышли из ваших уст, потому что, выйдя из уст, они переведут вас на совершенно другой уровень. Одно дело, когда что-то происходит в вашей умственной жизни, другое дело, когда вы это говорите. Почему? Потому что слова – это сила. И есть наказание за произнесение слов, которое не приходит просто за мысли. Поймите меня верно. Любые неправильные мысли мы должны не спровергать. Но, позволяя неправильной мысли перейти из умственной арены в уста и вылиться в слова, вы переходите на совершенно другой уровень. Итак, слово предупреждает. Если ты помыслил злое, то положи руку на уста. Итак, нам нужно воздержание в теле, воздержание в устах, и нам также нужно воздержание в уме. Контроль за тем, о чем мы позволяем ему думать. Мы должны дисциплинировать свою умственную жизнь. Бог не будет за вас это делать. Он дает вам слово, которым вы должны дисциплинировать свою умственную жизнь. Потому что то, что вы делаете со своей умственной жизнью, определит, насколько вы будете полны мира, насколько вы будете полны радости. Дьявол будет атаковать умственную жизнь. Ум – арена дьявола. Это та сфера, которую он атакует. Но если вы умеете не принимать неправильные мысли, если вы умеете пленять всякое помышление в послушание Христу, то вы умеете держать двери закрытыми для дьявола. Аминь. Одна из величайших наук – это научиться контролировать свою умственную жизнь. Лежа в кровати, не позволяйте своему уму просто думать, о чем ему заблагорассудится. Вынашивать беспокойные мысли. Мысли страха. Много лет назад, когда мы еще только начинали церковь, одна девушка из нашего собрания подошла ко мне и сказала, «Пастор Нэнси, я так сильно боюсь, что кто-то вломится в мой дом. Мне так страшно, так страшно». И она постоянно подходила ко мне и хотела, чтобы я помолилась за нее. И я говорила, «Дорогая, тебе нужно не спровергнуть эти мысли. Тебе нужно не спровергнуть эти мысли». Прошло около года, как она постоянно мне это говорила. И вот она пришла и сказала, «Видите, я же говорила, ко мне в дом вломились». И я ответила, «В твой дом вломились не потому, что это были предупреждения, а потому, что ты боялась. Ты не разобралась с этим, не взяла под контроль эти мысли страха. Чего ты боялась, то и пришло к тебе, поскольку ты это не обуздала, это пришло к тебе. Это не Бог тебя предупреждал, а ты открыла двери для мысли от дьявола». Видите, она считала это проницательностью, тогда как на самом деле она сотрудничала с неправильными мыслями. В жизни людей что-то происходит из-за того, что они не владеют своими мыслями. Когда люди не контролируют свои мысли, они начинают говорить, а все, что нужно дьяволу – это неправильные слова. Ваши неправильные слова дают ему разрешение. Аминь. Итак, у нее был необузданный ум в этой сфере, и это проявилось. Беспокойство – это необузданный ум. Я говорю, беспокойство – это необузданный ум. Позвольте вам сказать, горечь, обида, непрощение – это необузданная умственная жизнь. Ну, знаете, они ранили мои чувства. Об этом я и говорю – это необузданная умственная жизнь. Аминь. Ваши чувства последуют за вашими мыслями. Я говорю, ваши чувства последуют за вашими мыслями. Поэтому не позвольте вашим чувствам определять ваши мысли. Аминь. Но мои чувства ранены. Но поговорите со своими чувствами. Аминь. Не будьте водимы своими чувствами. Руководите своими чувствами. Потому что обида, горечь и злость на кого-то – это необузданная умственная жизнь. Но у меня есть на это право. Мне сделали больно. Но дело в том, что Иисус простил нас, когда мы сделали больно Ему. Еще до сотворения мира Бог простил нас. У Него уже был план для нашего искупления до сотворения мира. Иисус заплатил цену за наш грех до того, как мы его совершили. Аминь. Так что вы не можете таить обиду на кого-либо. Аминь. Нам нужно поступать так, как наш Отец. А Он простил, и мы прощаем. Как? Не своими силами. Его жизнь в нас, чтобы помочь нам в этом. Аминь. Поэтому держать в себе злость, непрощение и неправильные мысли – это просто необузданная умственная жизнь. Вытаскивать что-то из прошлого, заново прокручивая, как кто-то с вами обошелся. Позвольте сказать, возможно, кто-то и правда плохо с вами обошелся. Я это и не преуменьшаю. Но знаете, когда-то и вы обошлись с кем-то плохо, и им пришлось закрыть на вас глаза. Возможно, вы не поступили так, как кто-то другой. Но если вы человек и живете на этой земле, вы когда-то кого-то обидели. И вы же хотите прощения. Аминь. Прощение – это обновленный ум. Вы понимаете? Непрощение – это не обновленный ум. Это необузданная умственная жизнь. Иакова 3-2 в расширенном переводе. Если кто не согрешает в слове, никогда не говорит неправильных вещей, у того полностью развит характер. И он человек совершенный. И слово «совершенный» здесь не значит без недостатков. Это значит «зрелый человек». И посмотрите. Могущие обуздать все свое тело и укротить все свое естество. Контролируя свою умственную жизнь, вы сможете контролировать свои уста. А обуздав уста, вы сможете укротить и приструнить каждую часть своего естества. Аминь. Аллилуйя. Не позволяйте себе вынашивать неправильные мысли против кого-то. Лежа в кровати прокручивать их. За ужином вспоминать и говорить и повторять, что кто-то вам сделал. Вам нужно это отпустить, иначе ваша вера не будет работать. Помните, что сказал Петр? Нам нужно добавить воздержание к вере. И часть воздержания – это обузданная умственная жизнь. Также нужно воздержание в том, как мы обращаемся со своим телом, чтобы мы обходились с ним правильно. Мне пришлось в этом измениться, кому-то еще пришлось измениться в отношении тела. Аминь. У неправильного обращения с телом будут последствия, и вы не сможете обвинить в этом недостаток веры, если тело начнет разваливаться из-за неправильного обращения. Помню, мой муж просто совсем не отдыхал. И в какой-то момент у него обнаружили рак. И Бог сказал ему, что есть две причины. Одна заключалась в том, что он не повиновался Богу в служении пророкам. А по поводу второй, Бог сказал, ты не отдыхаешь. Еще никто не умер от чрезмерного труда. Люди умирают от недостатка отдыха. Трудитесь усердно, но и отдыхайте. Аминь. И Эд сказал, хорошо, я сужу себя, и я каюсь в этом. И тогда Бог сказал, хорошо, этот рак исчезнет в течение тридцати дней. Так и произошло. Но, видите, он не мог просто закидать эту веру. Ему нужно было выяснить, в чем у него нет воздержания, и где чего-то недостает. И когда он выяснил, чего ему недостает, и изменился, тогда его вера заработала. Но он не мог оставить все без изменений и ожидать, что вера заработает. Ему нужно было измениться, судить себя в этой сфере. И тогда его вера заработала. Аминь. Вера в исцеление не будет работать, если вы отказываетесь исправить то, что вы делаете не так. Вы понимаете? Если вы хотите исцеления для своего тела, хотите, чтобы ваша вера в исцеление работала, выясните, не обращаетесь ли вы как-то неправильно со своим телом. И тут вам потребуется воздержание, чтобы вера заработала. Аминь. Аллилуйя. Нам нужно добавить воздержание к вере. Аллилуйя. Вам это было полезно? Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain. Продолжение следует... Продолжение следует...